В одной волне с городом. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии радио «Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас в гостях сегодня Сандия Довгани. Доброе утро. Да, Довгани. Спасибо большое, Сандия, что ты пришла. Да. Я долго тебя уговаривала. Ну, потому что я очень нервничаю, потому что я не говорю так хорошо по-русски. Но я думала, что надо согласиться. Я думаю, что стоит, потому что есть о чем поговорить нам с тобой. Ну, да. Ты закончила Академию три года назад, правильно? Ну, почти три года. Это третий сезон. Это третий сезон, да. Это был девятнадцатый год, когда как раз весна начиналась. Вы готовили свои выпускные спектакли. Вот такой был период три года назад, да, у вас? Да. И у вас курс ведь такой был многообещающий. На вас все смотрели пристально. У вас преподаватели кто были? Первые две курсы было Рога и Груздоус. И тоже кукольный театр, там другие преподаватели. И потом в третьем курсе была такая ситуация, что Рога и Груздоус взяли в Альмерс театр этот курс. И мы остались без учителей. Без мастера, да? Да, без мастера. Ну, Академия решила, что, может быть, Крилос будет, но он больше в кино. И он преподавал, я думаю, в септямбре. Ну, осенью немножко, да, с вами работал. Да, осенью немножко, да. Ну, тогда мы поработали тоже с кино и с его учителями, которые с ним работают, да. И потом пришел Элмарс. Элмарс Синьковс. Элмарс Синьковс. Взял вас как мастер. Да. Уже взрослых ребят. Да, это было очень-очень трудно вначале. Потому что Роги и Груздоус, они по-другому как-то объясняют, что делать, как мы это делаем. Мастерство они преподают по-другому, да? Да, по-другому. И Элмарс приходил, он сказал, так, ну, делаем этюды еще раз. Так как в первом курсе, когда ты придешь в Академию, ты делаешь вот эти этюды. Актерские наблюдения, этюды, свои какие-то фантазии, да, показываешь. И мы начинали как-то заново. Да. И я помню, это, ну, для других, может быть, было полегче, но я помню себя, что это было очень трудно, и я думала, нет, мне надо просто идти, все. Уходить. Уходить, да. И тогда была Валмерс-курсия, Леопа-скурсия. И в один день я пришла в кукольный театр, я говорю, все, я поеду в Леопа-скурсия. Я ничего не понимаю, нам были марионеты в кукольном театре, и Элмарс приехал, так, пришел, и все, я думала, ну, все, я не могу больше. Ну, как-то осталось. Ну, это же хорошее испытание, пройти такое. Да, да, да. А кто-то ушел у вас в тот момент? В тот момент нет, 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 все взяли такое преодоление, да? Да, а потом ты понимаешь, что это так круто, когда тебе не только один мастер или две, но просто другие режиссеры и преподаватели, это очень, я думаю, здорово. Ну, наверное, поэтому, что вы прошли такое обучение, вы, в общем, довольно отважные актеры получились. Отважные в том смысле, что вы смелые, и вы все работаете кто где. Да. У вас, вы сначала заявили, Элмарс заявил о том, что он сохраняет ваш курс, как самостоятельную такую творческую единицу, компанию, и вы даже играли какие-то спектакли свои выпускные сначала. Но именно потому, что это случилось три года назад, случилось, два года назад случился первый локдаун, у вашей компании не получился этот взлет. Ну, мы начали вместе как-то, и, ну, ты закончишь школу, и все, так играем, компания как-то с Элмаром, и все вместе, но это... Но вы просто не смогли. Не смогли, да. Да, вы просто не смогли. Вот в начале, в сентябре, и потом все заканчивалось, да, весной, 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 да. Весной все закрылось, да. Но это началось чем раньше, чем локдаун, да, 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 да. Но вы же выпустили, вы все-таки играли спектакль «Охота», ваш выпускной спектакль, вы играли как компания, вы все-таки выпустили спектакль последние часы. Да, это был спектакль наблюдения, какой-то такой документальный, вы с кем-то общались, мне Элмарс рассказывала. Да, мы были в пансионатах, да. Про пожилых людей, да. Про пожилых людей, и мы каждый выбрали свое место. И как-то я помню, я была в этом Эйзеркрасте, и там были не только старые люди, но тоже молодые люди с другими. С нарушениями, да, разные состояния. И я очень эмоциальная, очень, и мне это было очень трудно. Мы потом с Элмаром говорили, что если бы мы были, ну, до, ну, так, коопа, вместе, когда мы были вместе, длинное время, тогда я бы сказала нет. Нет, потому что я как-то реагирую на старых людей очень-очень эмоционально, очень. Ну, то есть ты не можешь за ними наблюдать просто как актриса? Нет, нет. Ты включаешься, да? Да, я включаюсь, да. И я тебе тоже сказала, что я ездила там, и я бы могла там остаться. Я бы могла работать с этими людьми. Это мое какое-то ощущение. Ощущение, что тебя ждет еще потом. Да, да. Я не знаю. Очень многие, знаешь, актеры, актрисы все-таки занимаются еще какой-то волонтерской деятельностью. Мне это очень, так, когда я мечтаю об будущем, это очень важная вещь для меня, что я бы стала лучше и больше так занимала какое-то место в этом театре и тоже в Латвии, что я бы могла тоже делать вот такую работу с людьми и какой-то, ну, лапдары вот работаясь. Полезная, какую-то общественно полезную работу еще бы делать, да? Да, я бы очень хотела это делать. Ну, хорошо, тогда мы, знаешь, что скажем. Несмотря на все это, компания Эс-Арты выпустила потом летом спектакль в Алмире на Валмирском фестивале. Да, да. И Элморс, продолжая работать в разных театрах как режиссера, делая очень много разного всего, он все-таки продолжает как-то занимать студентов вас в своих работах, правильно? И я хочу спросить про тебя. И ты начала сниматься в кино, я так понимаю, много в твой период. Тоже, да. Но было такое, я помню, один день, про резинк, скажу, про эйхи, потому что это все так закончилось, все мы закрыли, ковид на час, и я поехала в Алуксне, там мои родители, и там было, я думаю, месяц или больше. Ну вот март-апрель, когда ничего не было, да? Да, да. Вот так где-то жила, и потом я переехала в Ригу, обратно, и думала, ну что, ну что делаю? Мы как-то думаем, сет сарты, что делать, но все, ничего не работает, ну что мы будем делать? И эйхи в одном вечере, он звонит мне. Я скажу для всех, это режиссер Мартин Шейхер, у нас с ним тоже была программа в записи как-то, когда у нас были локдауны, мы с ним онлайн делали программу. И сейчас он художественный руководитель театра в Резикне. Да. И тогда, в этом время, он звонит мне, он так спросил, «Ну, Саня, как идёт? Что делаем?» И сказала, ну, сейчас ничего, жду, что будет дальше. Он сказал, ну, я там в Резикне поеду, ну, если ты хочешь, ну, ты можешь мне звонить, ну, придумаем что-то. Не, мне пара идей, что делать и так. Ну, для меня это было так, ну, хорошо, ну, я очень люблю Ригу, ну, это точно, мне очень нравится в Риге. Я думала, ну, хорошо, ну, поеду. И так началась такая работа с эйхи, и мы выпустили, я думаю, это была чайка. Была осенью, да, чайка, была осенью 20-го года. Да, 20-го года. Да, летом как-то сделали послабление, начали играть на улицах, разрешили играть на ползала как-то там, на четверть зала первое, первое разрешение были. И вот осенью, я помню, я ездила к вам на премьеру в сентябре 20-го года. Да, это... Через год после того, как вы, ну, сыграли первый спектакль, как уже группа выпущенная. Я, я, я. Вот через год ты сыграла в «Чайке», и сыграла ты Нину Заречную. Да. И это очень интересный спектакль, про который я тоже рассказывала. «Чайка в Резыкне» – это не просто чайка. Это чайка, в которой очень многое связано с сегодняшним днём. Это чайка про город Резыкне, про тех людей, кто там живёт, и про ту музыку, которую там люди слушают, и про те надежды, которые у них есть. И про то, что они рвутся в Москву оттуда, потому что, мне кажется, иногда, может быть, им кажется, что Москва даже ближе, чем Рига. Ну, так есть, да. Люди, которые говорят на двух языках, и в спектакле тоже говорят на двух языках. Да. Мне, ну, вот «Чайка» – это было для меня, это очень важный спектакль. Мы сыграли в прошлой неделе тоже после перерыва, большой перерыв. И как-то я вижу, как я меняюсь в этом роли, как-то в начале я смеялась, потому что первый спектакль «Се Эйхе» мне было «Руден Соната». Да. Да. И тоже в Резыкне. Да, тоже в Резыкне. И потом «Чайка». Ну, это вы прям совсем еще, только-только ты выпустилась, и он тебя пригласил в «Осеннюю Соната», спектакль, который он сделал в Резыкне. Ну, да. Такой камерный спектакль на четырех актерах. Это было очень трудно, потому что это была моя, так, первая большая роль. Не со студентами, не с друзьями. Нет, с другими людьми. Я очень благодарна за эту работу, потому что там была «Эйхе» и «Эйсмералда Эрмала». Она играла главную роль? Да, она играла. И была для вас таким… Да, и как-то с ней я очень много отпускала как-то свои… Страхи. Страхи, да. Потому что она очень-очень классный партнер. Очень. И она так долго играла, и я училась много от неё. Очень. Но я думала, что как-то я смеялась, и что лучше было бы мне сыграть Нину. Сначала. Сначала. Потому что эта наивность, как она начинает этот спектакль, это было как-то… Я понимаю, потому что я закончила, мне всё было, всё будет, всё. Весь мир перед тобой, да. А потом ты понимаешь, что не так легко. Мир не так открыт. Как я открыт, они не так открыты все. И так, мы играли «Чайку», и потом был опять блокдаун. И мы сыграли, а потом, я думаю, что после год… Там длинный же был. Длинный, очень длинный. Фактически всю зиму прошло, никто ничего не делал. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, по-моему, ещё тоже. Да-да-да. И мы не сыграли, я думаю, что в марте. Мы сыграли сейчас, вот это в сентябре, 21-го года. То есть вы сыграли год назад, и сейчас сыграли через год. Нет, было вот так, было этот, 20-й год, потом 21-м, в сентябре, и было, надо было приехать с Палмони на акцию. Да, жюри смотрела, да? Жюри, не смотрела, потому что она была в ноябре, тогда, и всё, всё закрыли. Опять закрыли. Да, в октябре всё закрыли. В октябре. И они не видели. И сейчас мы сыграли в январе, и надеемся, что... Ну, то есть вы просто перенесли этот спектакль, который фактически был сыгран как премьера уже давно, но из-за того, что всё время локдаун, и он не игрался. А спектакль, конечно, стоит того, чтобы про него играть, и про него говорить, и делать ему какие-то оценки. И я очень рада, что с Палмони на акцию вы наконец-то посмотрели. Нет, посмотрят сейчас. Посмотрят только. Да, после вот такого перерива. Но вот Нина, я вижу, как я меняюсь. Как-то это начало труднее играть каждому году. Ты уже повзрослела, да? Да. Тебе труднее играть начало, как было сначала, как раньше было. Было начало, было вот так легко, и этот финал... Финал, это было очень трудно. А теперь как-то я понимаю больше этот финал, и начало мне как-то надо найти внутри. А, вот такое было чувство. Потому что, ну, этот период не такой легкой. Потому что... Вы очень быстро повзрослели. Да. Да. Именно из-за того, что приходилось очень много преодолевать. Все закроет. И мы вот такой курс, что мы играем... Как в последний раз всегда. Да. И тоже нам нету, почти ни у кого нету вот такое место, вот как есть в театре. Нет. Мы играем в Дерт и Делс, Дерт Рудес, в Резекне, в Ваумер, в... Тоже больших театров, но это нелегко. В этом время это нелегко. Скажи, пожалуйста, значит, это у тебя профессия и актриса драматического театра, и кино, и еще ты умеешь работать с куклами. Да. Это все вот ваш курс, вот такой вот он умеет делать все. И твой однокурсник Матис Будовскис, он же постоянно работает с Элмором как ассистент вот по вот этим всем предметам. И тоже драматургии. И драматургии тоже делает, да. И с твоего курса еще же разные актеры тоже работают в разных проектах, снимаются в кино много, я знаю, да. И я хочу вот еще о ком, о тебя о чем спросить. Резекне для тебя сейчас стал уже третий спектакль, да, «Осенняя соната», «Чайка», и сейчас вы сделали третий спектакль. Четвертый. Да, там было тоже баррикады. Вот четвертый летом вы сыграли, третий вы сыграли летом, это «Мой сосед еврей», где у каждого актера есть маленькая такая своя, своя сцена, на которой он играет 10 раз одно и то же. Ну да. Потому что 10 маленьких групп проходят длинную дорогу зрителей, и актеры на своем месте 10 раз восстанавливают вот это вот общение со зрителями, рассказывая про еврейскую общину в Резекне, да, историю еврейской общины в Резекне. А потом вы сделали еще спектакль «Баррикады». Ну это было перед того. Ну да, да, да. Но мы сделали начало как онлайн. Баррикады? Да. Он был именно в тот период, когда ничего не работало, и вы сделали баррикады онлайн. Угу. И был вот такой период, когда все было онлайн. Мы сделали в «Диар Труда Селос Театрс» кресло. Да, вот мы сейчас тоже, да. Онлайн потом… Фантастическую историю из 20-х годов, которую вы придумали, как сыграть онлайн. Ну да. Это было очень интересно, потому что я первый раз была в «Диар Труда Селос Театрс», и там такая история для меня. Потому что я перед академией училась в колледж, и там была моя первая практика в «Диар Труда Селос Театрс». Я очень хорошо помню, что Анта Айзуп играла там в это время, когда я была там, и мы из одного города. Я мыла полы, и билеты так… Отрывала, проверяла, да. И я думала, ну, вот я хочу здесь… Работать. Работать. И, да, и в 6-7 годов пошли я там. Я была очень-очень рада, и я очень рада, что у меня есть возможность быть там и работать в «Диар Труда Селос Театрс». И там чувствую я очень хорошо. Мне нравится эта атмосфера, такая как-то бриби… Свобода и творчество, да? Да. Ты видишь, что не боится экспериментировать. Не боится экспериментировать, и при этом очень любят театры зрителей. Да. Это не такое, не снобское место абсолютно. Не, не, не. Вот такая, как… Всегда иду там, и я чувствую, как дома. Да, как дома. Такая атмосфера у них. Вернёмся к баррикадам. Да. Вы сыграли их онлайн, но я, например, их видела прошлым летом не онлайн. Я уже видела, вы их играли в клубе в «Сессис». И он такой, конечно, спектакль, который, наверное, адаптируется к любому пространству. Его можно играть в ДК, в каком-то клубе, в каком-то ресторане, в котором бывают концерты, да, на концертных площадках. У вас там четверо актёров. Угу. И вы рассказываете историю 1991 года зимы в Риге, январских событий. От того, как люди, вдохновлённые возможностью высказаться, выходят и начинают стоять на улицах, и с тем, как это постепенно превращается в довольно страшную трагическую историю. Как постепенно люди теряют надежду, кто-то уходит, кто-то остаётся до конца и довольно радикализируется уже в этой ситуации. И как это всё, как бы, противостояние приводит, в общем, к гибели людей. Как для тебя, ты же уже выросла после, наверное, да? Ты уже это... Угу, да. Я родилась после. Да. Как для тебя это было интересно изучать вот всю эту документальную историю? У вас же там прям подробное описание последних дней. Просто по часам и минутам это фиксация событий, как будто бы такой полицейский репортаж. Мы искали информацию со мной. Актёры? Да, актёры. Там были тоже интервью с людьми. Эти рассказы, что мы рассказываем, это... Настоящие. И потом Лайла Бурана всё так, ну, сделала драматургию из этого. Это мне очень нравятся, исторические такие спектакли. И тоже, когда ты делаешь интервью с людьми, это для актёра, я думаю, что это очень полезно, потому что на своей работе тебе возможность учиться. И это я очень люблю. Потому что тоже, когда есть пьеси и всё, ты читаешь много других вещь. И это, да, мне очень нравится. И знакомство с людьми, и то, что вы с ними разговариваете, и когда вы уже играете, вы знаете, кого вы играете. Это не просто там какая-то фантазия, а вы знаете этого реального человека. Вы знаете этого реального человека, и можете про него рассказать очень искренне. Ну да. Ну вот баррикады вот были такие, когда мы сами смотрели вот эту историю и всё узнали, что происходило. Но как не всё узнали, потому что не всё можно знать. Мы ещё не знаем, что случилось там. И вот этот спектакль делается вот так, что есть люди, которые по-другому думают, каждый, как было, и не знаем, мы ещё не знаем, как это есть. Ну, на самом деле, вот я тут встречалась с Денисом Хановым, мы говорили про историю, и как раз мне кажется, что это же всё есть глобальные какие-то вещи, важные для всего человечества. А потом дальше есть же маленькие истории каждого отдельного человека, и взгляд каждого отдельного человека на одно и то же событие. Он же с разных сторон, и это событие мы видим с узкого направления. Если мы поднимемся наверх и посмотрим сверху, мы увидим очень такую относительную картину. А когда мы спускаемся вниз и видим это всё с глазами разных людей, мы видим очень подробно, но мы видим отдельные кусочки этого большого события. Ну, это очень интересно, как вы вот собрали это одно большое событие из четырёх разных точек, и песни, которые вы там поёте, и ваши образы, которые у вас там есть, это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Если кто-то из наших слушателей вдруг увидит анонс спектакля «Баррикады» театра «Резекне», вы сейчас путешествуете по Латвии, как я понимаю, да, играете в разных городах этот спектакль, вот прямо бегите и смотрите, потому что это очень интересная работа, действительно, и по-актерски, и по тому, как чувствуется за актёрами их работа по подготовке, и по настроению. И то, как вы используете театр предметов в финале, это потрясающе. То есть там пригодились твои знания из театра кукол. Ну да, как-то сейчас почти три года прошли, и как-то хочется немножко тоже поработать с объектами и куколами. Да. Я хочу сказать про твою однокурсницу, Элизабет Искрасина, которая произвела очень сильное впечатление на Дмитрия Крымова, когда мы делали онлайн-читку спектакля «Тортьюф», пьесы «Тортьюф», она была там задействована. Он потом сказал, а как эта девочка, она художница, она кто? Он просто сразу увидел в ней вот этот потенциал, который ему самому интересен на сцене. Да, 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 он работает с куклами. Что она всё время что-то придумывала во время вот этого нашего процесса онлайн-читки в зуме, она всё время что-то придумывала, склеивала, складывала какие-то игрушки, что-то работало с предметами. То есть у неё там была какая-то её жизнь, и он не мог от неё оторваться, надо сказать. Вот, так что это интересно. Да, я думаю, что это очень большой бонус для нашего курса, потому что как-то сейчас у меня был перерыв, работая с однокурсниками как-то, и нам было такое спектакль, который ещё нигде, с Павлом Плямлеттем, Юлой и Сунюлой, с моим однокурсником Агрис. Креплевницкий. Да. И мы встречались, это было 20-го года, вот зима, когда всё закрыли, и мы работали. К концу 20-го года. Это было очень интересно. После перерыва поработать с однокурсником. У него новый опыт, у тебя новый опыт. Но мы думаем как-то ближе, чем с другим актёром. И сейчас было, а тоже спектакль в Дярдплю, селось театр, что «Дачники». И тогда я встретилась с Мартинчем, своим однокурсником, и тоже вот другое чувство. Как-то мы понимаем друг друга без слов, и как-то я вижу, как мы слушаем режиссуар по-другому. Мы как-то очень открыты в эксперимент, потому что мы изучали вот куклы и объекты, и всё возможно. Ну, ты не задаёшь вопроса, а почему? А ты, а, интересно, попробуем. Вот будет, не будет, увидим. Значит, в Гертруду с театра ты играешь, выиграли кресло, когда был локдаун всю прошлую весну. И сейчас ты занята в спектакле «Дачники», который поставил Андрей Яровой, и в котором тоже очень известная история. Снят фильм, и вы его как будто бы озвучиваете на глазах у публики. Четверо молодых актёров, которые приходят и озвучивают этот фильм. А в фильме заняты вообще все звёзды всех поколений латышского театра и кино. Хочу поэтому тебя спросить. У тебя был опыт работы с Гуной Зариной. Я не знаю, спектакль «Дачники» ты, по-моему, её не озвучивала, ты кого-то другого озвучивала. Но ты играла с ней в сериале «Эмиле», и у вас там было много, я так понимаю, партнёрских каких-то сцен. Ну, немножко, да. Но были. Были, да. Вот этот процесс тоже как-то было в «Эмиле» и «Бенямине». Это вся прошлая зима, когда всё было закрыто. И вам повезло. Да, я была очень-очень занята. Это моё самое занятое время, когда был локдаун. У меня было очень много работы вот тогда. И вот «Эмиле» и «Бенямине» — это было что-то очень прекрасное, потому что все театры не работали. Ничего не было. Было такое ужасное время. И нам была такая возможность бить все вместе. Из разных театров, из разных поколений. Это было очень интересно. И мне была такая маленькая роль. И мне была возможность это всё видеть. С той стороны площадки, да? Я там, и я делаю, но я могу смотреть... Как снимаются другие актёры, да? Это очень полезно. Видеть, как работают актёры, которые это делают в своей жизни. Я много-много училась от них. Я помню, вот этот один момент с Гуной. Была вот такая там очень серьёзная сцена происходит. Ну, я не хочу путать, если кто-то ещё не видел. И да, там трагическая сцена. И Гуна делала... Она была вот такая. «А-а-а! Всё хорошо, всё хорошо!» И бамс! И она вся там. Вот как она работает, переключается от одного до другого. Это очень-очень прекрасно видеть и как-то учиться от неё. И я помню, вот мы вот в этом месте, и все актёры как-то в одном чувстве. Вот атмосфера была вот такая, ну, очень-очень сильная. Потому что все били вот там. И очень весело было. Потому что мы так просто были очень рады, что нам есть вот такое возможности. У вас есть работа, да. И встречи, и общения, и всё, что не хватает. Потому что было такое время, что нельзя встретиться с другим. А мы можем. Мы работаем, но мы можем встретить человека. Это было... Вот я тогда тебя спрошу. И второе партнёрство, которого фактически не было, потому что это было всё сделано... Наш проект «Лес», «Меш-Лес», который был сделан весь онлайн, весь на селфи. Именно потому что не было возможности официально встречаться только для съёмочных групп, у которых есть лицензия на съёмки, которые могут себе это позволить. А мы сделали проект «Меш-Лес» по пьесе Полины Бородиной. Я всем хочу сказать тоже, что если вы не видели, то вы посмотрите. Пожалуйста, он сейчас есть на платформе TED+. Его можно смотреть по подписке на TED+. И, Санди, ты рискнула сыграть на русском языке. Да. Это твой первый был опыт, да? Такой большой. Большой, да. Ну, потому что в «Чайке» там есть не только один монолог в русском языке. Вот это я помню. Так, ну, это всё, что я помню с «Чайки», точно, сто процентов. А другое вот так, не знаю. Ну, ты же там на латышском играешь. Ну, ты же переходишь где-то на русский. Но в основном ваши роли... На латышском языке. Вот молодое поколение «Чайки». Ну, там очень немного. Но ты меня пригласила в этот лес. Я прочитала. Я думала, я не могу отказываться. Вот не могу. Мне очень понравилась эта роль. И тоже люди... Потому что маму играет Гуна Зариня, с которой вы, конечно, не встречались в этой работе, но тем не менее. Но я помню, что я читала, и мне очень понравился этот кусок. Очень-очень. И я думала, вот, я, да, буду изучать русский язык больше и больше. Но мы очень много работали вместе на языке с тобой, Лене. Лена Шмукская, которая всё делала, как режиссёр. Я очень много изучала русский язык в это время. Потому что, да, я мог бы быть здесь. Теперь говорить. Да, говорить, как могу, но я так не боюсь больше говорить. Так мне нравится, что, когда мы встречаемся где-то, ты больше хочешь говорить по латышкам, а я по русским. И так мы и изучаем вот эти языки. Да, мне тоже кажется. Это так здорово. И не боится как-то... Обмениваться. Да. И не бояться говорить неправильно. Да. И не бояться говорить небезупречно. А стараться понимать друг друга. Мне кажется, это самое главное. Да, да. И второе... Лису. Пролез. Пролез. Хотела. Я помню, было первое чтение. В Зуме мы тогда. В Зуме. И там Новопольский, Гуна Зариня, Кейш и другие актёры. А я так волновалась. Я звонила Яну Лисову. Я сказала, Яна, пожалуйста, помоги, просто записывай этот текст, чтобы не ужасно было. Но было очень трудно. И потом, когда мы встречались в Зуме ещё раз, когда мы сделали первую часть Леса, это было очень-очень тоже классное чувство, потому что как-то мы все говорили об работе, как мы можем делать это лучше, как мы видим это. И мне очень нравится работа, где есть режиссёр, но актёры и вся группа, актёры, продуценты, ну, все участвуют, которые участвуют, они... Они сами могут придумывать. Да, может придумывать, и мы как-то разговариваем, что лучше, как лучше. Как-то вот эта обмена очень-очень важная. Горизонтальные связи, а не пирамидные. Да, да, очень важная. Мне тоже кажется, что это какое-то другое создание на другом уровне. Когда художник вдруг становится актёром, актёры становятся художниками. Вот так я сейчас, после этих почти три лет, вот так я вижу сейчас, как мне нравится. Можно делать театр, кино, вообще искусство. Да, да. Вместе. Скажи, напоследок, сейчас вышла версия, видеоверсия вашего выпускного спектакля «Охота», который главная роль, мы уже говорили о Матисе, а в главной роли он играет, это главная роль Зилова. Это был спектакль по пьесе Вампилова «Утиная охота», который вы сделали как выпускной, сделал его Элмарсом. Диплом. Да, диплом. Этот спектакль был, все про него говорили осенью 2019 года, про ваш курс в связи с этим спектаклем, про то, как это всё происходило. И потом, хлоп, всё кончилось, как мы уже обсудили несколько раз. И сейчас вы выпустили видеоверсию. Компания «Сарте» и другие продюсеры, которые помогали делать именно фильм, выпустили фильм. Этот фильм сейчас в доступе, можно онлайн к нему подключиться, если вы поищете, вы найдёте. Но это не совсем Вампилов. Это тоже разговоры о том, что происходит сейчас, а не в 70-е годы. Но люди так же ранимы и так же переживают, как и те герои, которые были у Вампилова. Отношения всё те же, мечущийся герой между друзьями и женщинами, который никак не может понять, где его, в общем, место в жизни. Но я так понимаю, что эта видеоверсия, она ещё очень интересна с точки зрения как бы конструирования пространства и текстов. Ну, мы начинали эту охоту делать в третьем курсе до концов. Мы делали этюды и так далее. И потом Элмерс решил сделать диплом. Но в этом работе было так, что нам есть роли и всё. Но не было это чувство, что какая-то роль главнее. Вот этого чувства мне никогда ещё не было. Я надеюсь, что будет такая возможность, удача, что-то такое ещё раз почувствовать. Потому что мы вместе все делали все роли. Мы много говорили. Мы много думали, как перенести эту пьесу в это время. В сегодняшний день. В сегодняшний день. Про себя сделать. Да. И найти людей, найти здесь и сегодня, которые в эту пьесу, но сегодня. И они есть. И эта пьеса очень не меняется. Но как-то вот эти пьесы, которые очень хорошие, ничего не меняется. Ты можешь в Шекспире... Говорить про сегодня. Про сегодня, да. И как-то актуально. Ну, просто мы немножко поменяли текст, и утиную охоту заменялись маратоном. И вот такие вещи, которые делает этот спектакль про сегодняшнего человека. И это было... Ну, да. И мы сыграли. И была такая идея, что мы продолжим играть. Но это не случилось. Но так и так случается. И сделали вот эту версию, которую можно посмотреть. Эл-Марс пригласил Лене Линде с ее командой из киношников. И это было очень-очень интересно, потому что нам было вот такое, как шляпа, ну, тивер. Шлем такой. Шлем такой. Шлем, да. И здесь была GoPro-камера, ну, перед глазами. И ты не только актер, а ты тоже оператор. И ты делаешь вот этот свой взгляд с этой камерой, и ты можешь рассказывать о своем человеке, ты можешь рассказывать по-другому. Потому что ты видишь из этого человека точку зрения. И это очень меняет, как смотрится. То, что мы говорили, как про историю, которую можно разными взглядами смотреть. Да, да. Вот то, что вы сделали в баррикадах, там, четыре взгляда на эту историю. Да, и это случилось тоже сейчас. Сейчас в охоте. Это случилось, когда вы... Это через технологию к вам пришло, да? Вы попробовали другую технологию съемок на этом. И вы увидели, что эту историю можно рассказать тоже по-другому. То есть рассказ каждого участника его глазами. Да. Да. Так что рекомендую. Угу. Подключайтесь, смотрите. Сюжет известный. Утиная охота когда-то. Когда-тошнее, да? Но это взаимоотношения сохранены. Да. Между героями. Но они рассказывают про сегодняшний день. Санди. Да. Я тебе очень желаю интересной работы. Ой, спасибо. Пусть она будет разная. Вот как ты сейчас рассказала. Все. И чайка, и документальный театр, и новые съемки, и знакомство с какими-то суперпрофессиональными актерами и очень интересными людьми на съемках. Да. Пусть все у тебя будет хорошо. Я тебя очень желаю. И очень желаю удачи всем твоим сокурсникам, которые все везде. Да, все везде. Мне так, ну, мне очень-очень бы хотелось, что у всех как-то были успехи, интересные работы, как ты сказала. И для меня, я не точно, вот я сохранила вот этот вид, что я хочу, и что хочу сделать. Вот поймаешь себя, и когда в следующий раз будешь Нину играть, скажешь, вот оно. Да. Ну, хорошо. Спасибо большое. И напоминаю, всем вы слушали программу «Без антракта». Евгений Копеин, спасибо большое. В эфире в гостях была Сандия Довгани. Спасибо.